не представил бы шансы сторон. Очень многое зависит, мне кажется, как они выспались перед партией, насколько свежи они, насколько хладнокровны, насколько сконцентрированы. Насколько на них повлияло то, что тур начинается в 12, а не как обычно. Да, кстати, это большое изменение 3 часа сна. Ну, в смысле, 3 часа с движки во времени, это, может быть, где-то даже неудобство для обоих, безусловно, серьезное. Но в противном случае, я говорил, мы рисковали закончить в час ночи. И так партия началась. Е4, насколько я вижу сейчас. Нет, по-моему, нет, как, Д4, Д4, Д5, С4, С6, Конь, С3, Конь Ф6. Вот мы вернулись к славянской защите. Тут скорость, конечно, заметно увеличивается. Тут уже не будет отлучек от стола во время игры. Е3, Е6, Конь Ф3. Е3, Е6, Конь Ф3. Вот такая позиция. А, видимо, там А6, Ферзь С2, да? А6, Ферзь С2. Или А6, или Конь Д7. Вот не видно. Нет, Конь Д7. Конь Д7, это изменение. Ферзь С2, слон Д6. Раньше Виш играл все время планы с А6. Подготовился к тайбреку. Так, что сыграл Борис? Тут нам в ходы к нам поступают с опозданием. К сожалению, сейчас. А, это, видимо, мер... Рокировка, рокировка. Нет, слон Д3. Сюда слон Д6, слон Д3. Рокировка, рокировка, е5, что ли? Так, cd, cd. Рокировка, рокировка. Е5. Ну, вообще, так играют нечасто черные. cd, cd. Вот такая позиция сейчас на доске. Обычно все-таки черные бьют дс, вместо е5. Мы, к сожалению... К сожалению, у нас с опозданием тут поступают ходы. И пока не видно. Ну, там, видимо, е4, что ли? Сейчас, сейчас мы посмотрим. Очень-очень сложно видеть позицию, к сожалению. Но сейчас мы как можно быстрее это все исправим. Тут, действительно, нам ходы поступают с некоторым опозданием. Что, конечно, крайне неудобно в тайбрейке. Да, но единственное, что можно сказать, что по виду Виша опять подготовлен очень хорошо. И, наверное, сейчас он смог удивить. Судя по тому, что Борис задумался. Слишком уж быстро как-то не играют, мне кажется, что, в общем-то, времени все-таки есть у них. Нет, ну, пока что Ананду непонятно над чем думать, если он, допустим, хорошо готов. Ну, в общем, да. Вот такая позиция тут возникала. И что сейчас у нас стоит? По-моему, е4, еd конь d5, конь d5, еd af6. Е4. То есть Борис скрывает позицию в центре. Еd конь d5, конь d5, еd h. Ну, грозис ломбит h7 шаг, h6. И Борис задумался, да, в этот момент? Вроде да. Мы не видим, мы не видим, к сожалению, нам не дают доску почему-то операторы. Им очень трудно нам давать ходы. Мы не видим вообще, что стоит на доске, а трансляция, как я уже говорил, отстает немножко. Ну, что я тут могу сказать? В принципе, мы такой рисунок позиции уже видели в первых партиях, когда Гельфанд играл белыми, когда скрывался центр. То есть Гельфанд, в общем-то, тут пока повторяет свою стратегию. Обычно это заканчивалось тем, что... Нищевой, упрощениями нищевой обычно заканчивалась. Не большим доверением белых в последующей ничьей, да? Мы посмотрим, что будет на этот раз. Вроде бы все правильно мы расставили, да? Да, да, мы расставили все правильно. То есть вот такая позиция сейчас стоит на доске. Нам, наконец, дали доску крупным планом. По-моему, мне казалось, что конь f6 здесь встречалась, а h6. Ну, h6 пошел она, значит, он наверняка готовил это. Тут конь бит d4, наверное, можно побить на h2. Я вот сейчас хочу показать вариант. Конь бит d4, слон бит h2. Ну, на h2 есть, зять. Пароль h2, ферзь h4, шар, например. Не уверен. Я тоже не уверен, да. Здесь ладь d1, может быть, получше. Ладь d1, может быть, получше у белых, да. Поэтому, если возьмут на d4. Может быть, идея, я не знаю, конь b6 или конь f6. Конь b6 или конь f6 просто, да, и отыграть эту пешку. Может быть, это более сильно. Конь f5, опять-таки, при слабых 3-2 слон. Тут можно побить, наверное. b3. b3 пошел гельфанд. Вот в этой позиции. Нет, вместо конь d4. Извиняюсь. Вот здесь он пошел. b3. То есть, идея, скорее всего, он хочет допустить взятие на d5, а он у вас есть на d4. Слоном, видимо. Да. Владиву истина на d1. Ну что ж, это выглядит логично с первого взгляда. Может быть, конь e5 черным заслуживает внимания здесь. Как-то вот так. Разменять коней. Хотя конь e5, конь d4 надо считаться, да? Тогда ферзь h4 может быть неприятно. Конь e5, но конь e5 еще, допустим, у белых есть. Я не знаю, сильно это или нет. Взял-взял слон a3, можно выскочить. Да, ладья e8. Или слон d6. Слон d6 может быть. Немножко хуже, да, после слона d6. А ладья e8, если? Ладья e8. Слон. Ладья e1. Ферби d5 не проходит, да, пока из-за f4? Да. То есть, вот мы хотим показать вот этот вариант. Конь e5 напрашивается. Конь e5, слон e5, слон a3. Ну и у черных, ну, по крайней мере, определенные проблемы. Ладья e8, может быть, ладья e1 действительно. И нету хода ферби d5 из-за f4. Вроде бы нету, так, по первому прикидку. Но опять-таки, сейчас уже у нас нету такого времени, чтобы все эти варианты детально раскрывать. Раскрывать, ритм резко... Ну, то есть, какие еще разумные хода? А Гельфан сыграл, по-моему, нет? А, нет, нет, ход Ананда, правильно. Сейчас ход Ананда, он думает. Он играет, вот как раз мое продолжение, избирает то, что я как раз говорил. Конь e5, ну, этот ход, в общем-то, напрашивался. Ну, Гельфан быстро бьет на e5, слон e5. И, видимо, он пойдет слон a3 все-таки, как и сказал Сергей Корякин. Это выглядит очень разумно. Ну, еще что можно предложить? Может быть, f4 еще есть ход? Ну, f4, слон f6, непонятно, что добились этим. Ослабили позицию только, мне кажется. Ну, в смысле, слон f6, теперь слон a3. Ну, я не думаю, что f4 тут полезное включение. Ладья e8, поле e3 у ладьи появляется. Ну, да, да, как-то это. Это вряд ли, мне кажется. Хотя, возможно, но не выглядит опасным. Мне кажется, слон a3 как раз заслуживает внимание, то, что говорил Сергей Корякин. Ладья e1, может быть, но ладья e1, фербиот d5, даже при случае. В общем, в общем, что сказать, пока соперники в том же ключе продолжают играть быстро, шахматы, что и в основные партии. Борис выглядит немного смущенным. Борис выглядит немного скованным как-то немножко. Но, не знаю. Я хочу напомнить, что Вишанан не знал поражений в матчах на первенство мира начиная с 1995 года, то есть 17 лет уже. Тогда он проиграл Каспарову. После этого он играл пару матчей в чемпионатах мира по швейцарски, по нокаутс-систему. Он обыграл один раз Широва. А в финале проиграл с Карпову. Он там, кстати, проиграл в финале Карпову. И причем в Близз. В финале проиграл Карпову в Близз. Но там была очень несправедливая, честно говоря, спортивная система. Мы это, наверное, многие вспомнят очень хорошо. Карпов был непосредственно запущен в финал, а Анант победил 6 матчей перед этим. Очень сильных соперников. И буквально через день-два, то есть без отдыха, должен был играть этот матч с Карповым. И там действительно он проиграл в итоге в Близз причем. Но там, по-моему, быстро шахматы не было. Нет, быстро шахматом проиграл. Быстро шахматом. А, быстро, да. Быстро шахматом. Близз там не было, да. Быстро шахматы проиграл с счетом 2-0. Но это так. Это действительно. Я его просто считал, когда, честно говоря, моральным победителем Ананда этого турнира. Поэтому я так сказал. Потому что в моей памяти осталось, что он как бы был там сильнейший. Да, и причем там же, когда они играли в классику, там Карпов вел, и Анант отыгрался. Да, Карпов вел 3-2. Ну, оно видно было, что он крайне измотан. Но, естественно, там почти две с лишней недели тяжелейших партий, очень нервных. И играть со свежим соперником, пусть даже старшим тебя на 15 или больше лет, все равно это большая фора. А вот Ладья Е1 сыгран. Сыгран Ладья Е1? Да. А Ладья Е1 сыграл Борис Гельфин. Вот это интересно. 22 минуты у белых, 24 у черных. Ферд д5 он дает побить, то есть. Может быть, Ферд д5, слон А3. Может быть, теперь слон А3, действительно. И с последующими слон С4 или Е4. Ну да, это выглядит за белых довольно обещающим. Потому что слон Д6, тут слон Д6, слон Е4. Слон Е4, да. Слон Е4. Как-то черные, видимо, теряют материал, такое ощущение. Да. То есть Ферд д5, слон А3. Может быть, вот Ладья Е1 может быть как раз еще сильнее немножко редакция. Ну, Ладья Е1, другое дело, что черные могут просто вернуться. Ферд д6, может быть? Может быть, пока. С идеей слон Бетах в два шаг еще дополнительные. Так, Ферд д6, в чем может быть идея белых? Можно... А4. С идеей слон А3. А4 это? Ну... Здоровский ход. Это как идея А4. Слон Бетах в два шаг, например, король А1. Грозит G3 поймать слона, а слон А4, то слон А3. И у белых вроде бы даже... Слон А3, Ферд д5 единственное. А, Ферд д5 грозит мат на А5, да? То есть, вот такие возникают острые варианты. Да, вроде бы порядок у черных по первому. Как-то срослось, да. По первому прикидку, да. Слон А4 может быть... Ну да. Ну не знаю, может А4 это все-таки слишком ход. Ну, значит, не А4. Может быть, не А4. В общем, заслуживает внимание ход Ферд д6. Ферд д6, мне кажется, напрашивается ход вот здесь. Если, конечно... Ну так выглядит логично очень. Защитить слона и напасть одновременно. Вот он так... А, нет. Он думает о Нант. Это мы поставили на доску Ферд д6. А Нант пока думает. Ну, то есть быстрый шахмат это все-таки далеко не блиц. Это есть время подумать несколько раз за партию. Даже можно подумать иногда и по 7 минут условно. По 8. Над ходом. Тем более 10 секунд добавляется. Это очень существенная разница. Когда просто 25 минут на партию. Или 25 минут плюс 10 секунд. Это, конечно, огромная разница. В общем-то... Может быть, Ферд д6 я подумал. Может быть, идея Ф4. Но она такая неоднозначная. Слон бит Ф4. Слон Ф4. Слон Ф4, Ферд Ф4. Ладия С1. Слона Ф7. Ну, как-то это... Не знаю. Я понимаю, но... Как-то это не верится. Он имеет... Сергей имеет в виду вот эту жертву пешки. Слон Ф4. Слон Ф4. Ферд Ф4. Ладия С1. Конечно, белый просто как бы пешку отдал. И Ферд Ф7. Но это мне не верится. Можно играть. Конечно, есть смысл. Может быть, у белых есть... Ну, перевеса у них, я думаю, точно нет. Может быть, есть компенсация за пешку. Мне такое... Такое у меня ощущение. Ну да, я не уберусь. Просто как бы говорю, что есть такая идея. Не знаю, насколько она сильна. Да, вот эта позиция сейчас на доске стоит. И Ферд Ф6 напрашивается. А что еще можно предсоветовать? Нужно Слон Д6 идти. Ну, Слон Д6 как-то, но это как-то не очень логично. Слон Б2, белые... Ну, так... Ну да, да. Чуть-чуть захватывает инициативу, как бы. По крайней мере, перевес в развитие у белых. Слон Б2, потом Ферд Ф4, Ферд Ф4 вот грозит, например. Да, Слон Д6 выиграет не очень, а других ходов... Нет, Ферд Ф6, я думаю, он сыграет, скорее всего, мне кажется. Может быть, мы что-то не видим такого совсем уже тонкого. Но так трудно сказать. Трудно сказать. Может быть, Слон Б2 на Ферд Ф6? Ну, тогда даже и Слон Д7 возможно. Если не говорю уже о Слон Б2. Нет, не знаю. Ферд Ф6 напрашивается ход. Но Виши думает, значит, что-то ему не нравится. То, что он видит ход Ферд Ф6, в этом сомнении нет. Мы его знаем, что он очень шматист, очень быстро считающий вариант, очень быстро видящий практические возможности. По-моему, сделал другой ход, мне кажется. Ладья И8, да, пошел? Ладья И8. Как-то выглядит хуже, чем Ферд Ф6, честно говоря. Да, мне Ферд Ф6 больше нравилось. Ну, ладно, Ладья И8 дает белым всякие нюансы, типа Слон Б5, может быть, Слон Б2. Да, у белых уже какие-то разные возможности. Вот пока Слон Б2 мне нравится ход. Слон Б2, наверное, Слон Д7 он хочет. Я не знаю, что еще нужно придумать. Ага, Слон Д7, ну да. Ну и как-то пытаться все-таки, я не знаю. Ну вообще... Может быть ЛДЕ4? Какие-то, да, разные ходы. ЛДЕ4, например, есть. Слон Ф5, что ли там? Слон Ф5, ЛДЕ5 вроде бы их. А, да-да-да, Слон Ф5 нет, ЛДЕ5. Мы имеем в виду, вот этот, ЛДЕ4, Слон Ф5, то ЛДЕ5, если Слон бьет Д3, то белые бьют на Е8 в промежутке. А если ЛДЕ5, то белые бьют на Ф5. Большой перевес у белых, видимо. Ну, практически выигранная позиция. Так. Ну, там ЛДЕ4 может быть Слон Ф6, но, как бы... В общем, белый мог Ферзи Д2 как-то. Вот позиция стоит на доске. Слон Б2 напрашивается. Не видно особо другого. Слон Б5, это... Нет, ну... Слон Б5, это явно преждевременно Слон Д7. Я думаю, что можно еще какие-то ходы. Ну, можно Слон А3 попробовать. Слон А3, например. Слон А3 еще есть вариант, согласен. Но Слон А3, правда, непонятно. Да. В чем дальше Слон А3, Слон Д7, БКП. Ну, Слон А3 еще в Ферзи Д5 даже заслуживает внимание. С идеей... Слон НХ2 шах, да. Например, Слон Д6, так вроде бы белые поймали в ловушку, кажется, что нельзя Слон Б2Д6. А может быть поймали? Слон Х2, Король Ф1. Король Ф1 и что? Взял, взял, Слон Д6, ЛДЕ8, Слон Ф8, Слон НХ7. Ага, может быть, да. Вот это красивый вариант, надо его обязательно показать. Взял, взял, Слон Д6. Вроде бы черный выигрывает, но вот такой находящийся. И тут такой коварнейший шах, который ведет к форсированному мату. Да, интересно. В Слон НХ3 тоже возможен ход, но в Слон Б2 как-то выглядит более естественно, мне кажется. Гельфанд сейчас думает, вот он, наверное, взвешивает что-то, выбор делает между этими двумя возможностями. В Слон НХ3 или Слон Б2. Слон Б2, как я и предполагал, в общем-то, ход более такой, очевидный. Слон НХ3 все-таки это, не каждому хочется поставить Слон НХ на незащищенную позицию. На Слон НХ3, Слон Д7 еще был возможен простой ход. Да, Слон Д7, да, вполне. Потом Ферзь А5 уже. Нет, Слон Б2 правильный ход, безусловно. Ферзь А5 теперь, наверное, невозможно из-за Ф4 просто. Так, ну, Анант, Слон Д7 опять-таки играет. Ход более чем естественный. Ну, теперь что, ладья Е4 есть ход. Ладья Е2 есть простой ход. Еще. Просто если ладья как-то ладья С8, то Ферзь Д2. Ну, немножко неуклюжий, да, согласен. Ладья Е4, поэтому как-то выглядит более принципиально, чтобы на ладья С8 пойти Ферзь Е2. И тогда Ферзь Белых включается в игру очень хорошо. Атакован Слон, атакован при случае пешкой Д4. А главное ладья Е1 еще такая. Второй ладью подвести на Е1, тогда у Белых будет серьезное давление с виду. Вот, единственное, я бы подумал, Ферзь С7 тут нет в этой позиции. Здесь? Да. Там на клан НХ2. Ну, есть, конечно. Хочу и Ф5 пойти. Ага. Как-то, может быть, конкретно. Черных неплохо. А, или, допустим, Ферзь Д5, да, у Белых какой-нибудь ход? Ну, например, Ферзь Х5. Все защитил. Сейчас, секундочку. Ладья Е1, Слон Белых 2, да, просто. И уйти королем. А вот, кстати, вот интересный вариант. Ладья Е1, Слон Белых 2, король H1, наверное. Висит ЛДЕ8. Вижу, что Слон Д6 не проходит, там Слон А3 в конце. Ага, Слон Д6, а тогда я бью на Е8. Сейчас мы покажем этот вариант. Я бью на Е8. Все время. И вроде бы Белые выигрывают. После вот такого вот хитрого хода Слон А3. И грозит мат, но у Белых решающий материальный перевес. Пешка Д еще потом пройдет Ферзь, скорее всего. Да, это интересно, это интересно. Напрашивается ЛДЕ4. Посмотрим, что изберет Борис Гельфанд. Ну, есть и другие ходы, конечно. Такое ощущение, что у Белых, ну, виды на перевес определенные. Да, получше. Ну, в общем-то, тут, конечно, нервы напряжены вот в этот момент уже до предела, когда быстрые шахматы. То есть тут уже собранность полная должна быть, чтобы успешно играть. Ну, Виша тоже нервничает заметно. Да. Ну, так, внутреннее напряжение у него. Может, он это не показывает? Ну, правда, кто бы на его месте не нервничал. Так, Борис сыграл, по-моему, не ладья Е4, мне кажется. Сейчас посмотрим. Слон Е4 сыграл? Слон Е4 сыграл. Непонятно. Нет, Ферз Д2. Ферз Д2 он сыграл. Вот это интересный ход. Не совсем, правда, понятно, в чем его идея. Мне ладья Е4 больше нравилась, честно скажу. Ну, да. Логичнее выглядело. Ферз Д2, вот это сейчас позиция на доске. Мне-то Слон Ф1 хочет идти на Ф4 есть. Хочет академично съесть пешку, но как он этого сделает? Ферз Д6, например? Да, что-то Ферз Д2 такое непонятное ход. Ферз Д2, может быть, немного... Другое дело, что я вот так подумал, что на ладья Е4, может быть, был ход тоже Ферз Д6. С идеей Слон Ф5. Например, ладья Е1. Даже, может быть, ладья Е1, слон Ф5, ладья Е2 могу уйти. Да, в общем-то, можно вроде бы. Да, и тут связка какая-то неприятная у черных. У белых, по крайней мере, перевес в активности фигур. Да, не совсем понятно. Мне не нравится ход этот Ферз Д2, что сделал Гельфанд. Ну, ладно. Ну, может быть, Ферз Д2 Ж3 пока. Что? Ферз Д2 Ж3, наверное, пойдет. Ты имеешь в виду в этом варианте? Нет, я имею в виду здесь. Ферз Д6 и не ходить в черном. Ферз Д6 ход с виду неплохой. Может быть, еще можно Ферз Д4 как-нибудь, да? Ж3, тогда Ж3 с темпом? Ну, Ж3, Ферз Д5, потом Слон Ж4. Не, ну, там уже, ну, можно, но там все-таки Ф4 где-то белые пойдут. Как в Маршале. Это уже похоже на Маршал немножко. Ну, Ф4 просто я хочу поле на Ф6. Или на Ферз Х5. Ну, я имею в виду, мне кажется, Ферз Ф6 посильнее, потому что вот если такой вариант сыграть, то у белых есть разные ходы. Даже Слон Е2 и Слон Д4 надо считаться. Ну, или Ладья Е4, даже здесь, и потом вот, даже здесь Ладья Е4 может быть заслуживать внимания. Ладья А4, идея еще появляется. Нет, мне кажется, Ферзь Ф6 более, более логично. Анан думает пока. Ну, есть и другие ходы, может быть, Ферзь Ж5 так на уравнение сыграть. Я не знаю, трудно сказать. Ферзь Ж5 тоже, например, возможно. Ферзь Ж5 вполне. Вполне, и у черных не хуже по виду никак. Мне не нравится, конечно, ход этот Ферзь Д2, что сделал Борис Гельфон, честно вам скажу. Но, ладно. Возможно, напрасно мне это не нравится. Посмотрим. Ну, видим, что в этом матче Гельфон избегает позиции с изолированной пешкой. Что, например, вот здесь. Вот здесь он мог побить на Е5, получался бы изолятор. Ну, наверное, хороший для черных изолятор, правда. Ну, может быть, скорее, Конь Б5. Конь Б5 сначала, да. Сначала Конь Б5, потом сбить на Е5. Ну, в общем, изолированных пешек он избегает. Единственное, что Гельфонд сейчас опережает по времени. Да, Гельфонд опережает на минуту своего соперника. Но, в общем, это ни о чем еще совершенно не говорит. Еще времени много у обоих. Вот такая позиция сейчас стоит на доске. А мне вот интересно, я на секунду отвлекусь, ведут ли в данные минуты бригада Гельфонда и Ананда свою работу, чтобы потом в перерыве им сообщить результаты. Я сомневаюсь. Я сомневаюсь, да. Во-первых, я видел сегодня впервые двух членов бригады Ананда перед партией. Они были в такой нерабочей одежде, в шортах. А, ну, значит, все уже. Я думаю. Так, Ананд сделал ход. Мы пока не видим, какой ход он сделал. Куда-то в район королевского фланга, мне кажется. Ферзь в 6, да. Ферзь в 6, он сделал, как и предполагал я. Ну, ход выглядит очень такой здравый. Избыточно защищается пешка d4, и Ферзь начинает присматривать немножко к белому королю все-таки. Ну, Гельфонда это ожидал. Судя по всему, он быстро сделал ход. Какой ход мы сейчас увидим. Ж3, что ли, он пошел? Нет, непонятно пока. Да, Ж3. Ну, как мы с Сергеем, в общем-то, предполагали Корякиным. Ж3. Ну да, пока белый хотят пойти f4. Ферзь в 3, нет хода из-за слона е4. Ну да, кое-какие. Ну, ферзь в 6 даже можно пойти, в общем-то, здесь. Чтобы слону подготовить стоянку, удобную на f6. Ферзь в 6, может быть, он слон е4 пока. Ну да, ну это около равенства позиция. Хотя висит пешка, да? Ну как, если все-таки слон съест пешку. А, пешка, ну да, ферзь в 6, я согласен, вялый ход немножко. Ну, кстати, я хочу обратить внимание, что такой ход, наверное, еще менее удачный, потому что белые сразу заберут. Да, это красиво. И тактический такой нюанс, слон бьет d4. Можно вернуть. Но подрядная ферзя и ладью, если ферзь бьет d4, то слон h7 шаг, и белые остаются с решающим материальным перевесом после ферзи бьет d4. Продолжение следует...